Развитию сельских населенных пунктов сейчас уделяют особое внимание. Строят новые дома, выделяют гранты для открытия своего дела, возводят физкультурно-оздоровительные комплексы, хатейные корты, устанавливают уличные тренажеры и детские площадки. В одном из развивающихся сел Северного Казахстана побывала и наша съемочная группа. К слову, руководитель сельского округа Шагалалэ в этом году стала победителем областного этапа конкурса на звание лучшего сельского окима. Голые стены, разбитые окна, старая дарявая крыша. Это здание пустовало больше трех десятков лет, но в прошлом году здесь провели капитальный ремонт. Выделили на это свыше 100 миллионов тенге. Сейчас здесь располагается местная врачебная амбулатория, сельский окимат, почта, участковый пункт полиции. Одним словом, все находится в шаговой доступности. Это значительно помогает местным жителям сэкономить свое драгоценное время. Конечно, без настойчивости и ответственности сельского окима добиться этого было бы невозможно, отмечают сельчане. У нас появился центр, здесь универмаг, здесь дом культуры прекрасный, там у нас есть место для отдыха. В этом году у нас сделали асфальтирование дорог, озеленяется село. Я переехал сюда в 2018 году и ничуть не жалею. Село с каждым годом становится все красивее. Появляются новые дома, детские площадки. В прошлом году вот отремонтировали это здание. Сейчас здесь находятся все государственные органы, которые нам, сельчанам, нужны. Это очень удобно. Большая в этом заслуга, конечно, нашего сельского окима. Заботится в селе и о развитии бизнеса. Три года назад семья Свистуновых, благодаря государственной поддержке, смогла приобрести участок земли и открыть магазин. Продукты питания, оборудование для ухода за огородом, бытовая техника и многое другое. Все это местные жители могут приобрести в одном месте. Похвастаться таким магазином могут далеко не в каждом населенном пункте. Живем в мире согласия с народом. Расширяемся. Да, расширяемся также. Вот сейчас хотим небольшой сервис открыть, автомойку и также подъемник будет. Как бы идем в ногу со временем. Хотим, чтобы село расширялось. Ну, землю подошли, Курмир и Арчбайну. Пожалуйста, надо нам тут участочек, пожалуйста, отмерили. Сколько надо, возьмите. Все, пожалуйста. Также в дальнейшем, там еще вот участок есть, тоже его планируем взять под дальнейшее строительство. Всего в трех населенных пунктах сельского округа Шагалалы проживают чуть больше 1300 человек. Поэтому возможность занять свой досуг играет ключевую роль. Два года назад для молодежи в селе установили мини-футбольное поле, создали сквер для прогулок, а еще установили современные тренажеры и детскую площадку с тартановым покрытием. Наша деревня развивается с каждым годом. И улучшения налицо. Даже вот возьмите, к примеру, детскую площадку. Мне она очень нравится. Детки постоянно просятся играть. И здесь они не только играют, а также общаются с другими детьми, развиваются, проводят время весело. И мы, мамы, тоже общаемся друг с другом на разные темы. Потому что дома свои дела, домашний быт. И получается, здесь мы также находим какое-то счастье и времяпровождение с детьми. Дом культуры – еще одно место, где все жители села могут найти занятия по душе. Сюда также закупили спортивные тренажеры, теннисный стол. Каждый год библиотечный фонд пополняется новыми экземплярами. Работают кружки по пению и танцам. Все это, к слову, абсолютно бесплатно. А на выходе из ДК провели реконструкцию мемориала в память о героях Великой Отечественной войны. Потратили на него порядка 10 миллионов тенге. Мемориал «Никто не забыт, ничто не забыто» – это гордость наших жителей. На сегодняшний день это место досуга, это место памяти всех наших жителей и тех гостей, которые посещают наш округ. Вы заметили, что по масштабам это самый объемный мемориал. И мы этим гордимся, мы чтим. Вы видите, что здесь благоустроено все. Мы каждый год 9 мая проводим торжественный митинг и отдаем дань памяти нашим ветеранам Великой Отечественной войны. В здании школы капитальный ремонт не проводили около 40 лет. Только в 2019 году, чтобы поддержать температурный режим, мы заменили все окна на пластиковые. А спустя еще два года учебное заведение и вовсе заиграло новыми красками. Здесь заменили кровлю, восстановили фасад здания, провели внутреннюю отделку, закупили новое оборудование. Конечно, все это будет отражаться на получаемых знаниях учениками, уверена бывшая ученица, а сейчас уже учитель Регина Сиберт. Я молодой специалист, окончила Северо-Казахстанский государственный университет имени Монаша Козыбаева по специальности учитель географии. Вернула в свое родное село, хочу начинать отсюда свою трудовую деятельность. Также буду участвовать в программе с дипломом в село, о которой я узнала от Акима нашего округа. В отличие от того, что было раньше, сейчас гораздо приятнее заходить в школу, сразу сфорзаться, можно так сказать. За все свои достижения и намеченные планы руководитель сельского округа Шагалалы Гульмира Добромирова на областном этапе конкурса на звание лучшего сельского Акима смогла превзойти своих соперников. К слову, от каждого района участвовали по одному кандидату. Для победы необходимо было написать мотивационное эссе, подготовить видеоролик о проделанной работе и предоставить лучший социальный проект. У нас есть трехэтажное здание когда-то жилого дома. Вот теперь такая же мечта, такая же цель реализовать, осуществить капитальный ремонт этого жилого дома. И затем, если все получится, как мы задумали, предоставлять квартиры различным категориям наших жителей. Это и многодетные мамы, многодетные семьи, это и молодые специалисты. Чтобы реализовать свой проект, теперь Гульмира Добромирова необходимо будет защитить его на республиканском этапе конкурса. Там конкуренция будет еще жестче. Илья Кудряков, Михаил Казначеев, Служба новостей.